Денис Костин сегодня в качестве бэкапа, в качестве второго галкипера. Да, Мезина вроде брали на подмен, а он уже 10-й матч провел. И появился шанс. Шайба с крюка у него сошла. Перевод на синюю линию. Ружечка с неудобной руки не стал делать передачу сразу же, а выкатился из-за ворот. Блатяк бросает, отскок и гол! Ничего себе! Уже на втором минуте встречи Авангард открывает счет в матче. Пусть и повезло, пусть и рикошет был, но важно, что Амичи сумели первой же атакой обескураживать бело-голубых. И отличилось звено Бобова! Пасно рассказывает, пора смениться четвертому сочетанию Амичей. Так они и поступили. И отличный сейф, какую бурную активность развил в последних матчах. Но об этом чуть позже. Атакует Авангард широко. Встречается в центр. Отличная передача под бросок. И Курьянов показывает, что было взятие ворот. Бросок. И Ширыченков на самой линии укоротил шайбу. Едет по прямой. Сам будет возить шайбу в зону. Пас на Семина и гол! Гол! Как же здорово попал Семин! 2-0 за 4 минуты до сирены. И сейчас динамовцы продолжат игру в четвером. Дугин. И ворвался в чужую зону. Кокарев на хорошей скорости. Гол! Последняя минута за белого-голубыми. Карпов! Великолепная комбинация. Кокарев. Пас за спину с неудобной руки. Надугин. И тот немедленные секунды. Карпов. Пережогин. Гончаров. Попов. И вот сейчас Пережогин. Выходит 1-1. Бросок. Поворот там! И будет добивание. Добивает Попов. Еще момент. Да, как же так динамовцы-то упустили. В последних трех играх был уже 12 встреч. Он провел без проигранных в микроматче. Еще один момент. Ружичка может забросить третью шайбу. Да, гол! Шайбу в меньшинстве забивает омский авангард. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В меньшинстве, да не в обиде. Назревал этот гол, что называется, и назрел. Не в предыдущей атаке, так в этой. Оказался Мизик. Окарев. О, шайбередача, гол! Глазачев! Глазачев! 3-2! По-прежнему авокат впереди. Но у белоголубых хорошо получается выступать в роли догоняющей. Цветков выиграл на Бабенко. Тот, кто наработал на большинство, остался его реализовать. Я имею в виду Юрия, капитана Белоголубых. Цветков. И гол! Гол Бабенко! Да, полностью реабилитировался за удаление. Капитан Динамо. Всего несколько секунд, 12 секунд потребуют хозяевам площадки для того, чтобы забросить, реализуя удаление. Пусто-то-бусто, что называется. Ты хочешь сказать, поэтому они выиграли все матчи? Если бы, ну ладно, чуть позже. Широков, передача на Бережогина и гол! 4-3! Мультиголевая встреча! Бережогин, 4 заброшенные шайбы и 2 результативные передачи в 5 матчах. Только с Кузней, без очков. 6 баллов в 5 матчах. Это было красиво и это было энергично. Летает практически каждый второй бросок в первом периоде сейчас. Наверное, каждый третий. Наверное, у вратарей по этому поводу нет претензий к полимеру. Гол Зачев заказывается на Бережогину. Гол! 4-4! 2 шайбы и твой прогноз, Дим, сбудется. Квапел. Мне кажется, ему скорости немножко не хватает после реабилитации. Но может быть это... Ух ты! А вот здесь скорость не понадобилась. Гол Зачев просто вдавил, внес шайбу в ворота. 5-4! 12.5 минут еще играть в третьем периоде. И вполне возможно, мой прогноз... Широков на Лямина. Лямин выстрелил. Отбивает шайбу Ширичанко. Покорев! Покорев на бобилку! Бол! Хеп-трик момента! 6-4! И летят ветки на лед! Сколько их будет? Изрядное количество уже. 6-4! И я победил! Деньги заброшенных шайб! В сегодняшней встрече... Мой прогноз был. Поздравляю! Деньги! Иногда комментаторы тоже попадают в точку. Тоже, как Юрий Бабенко сейчас. Картус подождет партнера. Картус подождет партнера. Пасла Гокарева. Гокарев! И перекладина! Вишневский! Вот так в игре, которая вышла из-под контроля. Я имею ввиду огромное количество удалений, качельных атак. Вот в этой игре динамовцы сумели добиться виктории. Продолжение следует...